Вести Карачаева, Черкесия В преддверии Дня Победы заместитель министра цифрового развития Карачаева Черкесии Константин Андропов посетил Старобельский район Луганской Народной Республики и поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Он преподнес продуктовый набор от республики. Кроме того, при посещении ветеранов Константин Андропов вместе с представителями подрядной организации Старобельского района зафиксировали проблемные вопросы бытового характера, стоящие перед каждым ветераном. По итогам поездки правительством Карачаева Черкесии будет оказана помощь всем ветеранам в решении бытовых вопросов. Минцифры страны опубликовала рейтинг регионов по внедрению платформы обратной связи. Это возможность для граждан обратиться к властям онлайн и решить свой вопрос без лишней бюрократии. При составлении рейтинга регионы оценивались по 23 показателям, которые разделены на два блока – работа с сообщениями и обращениями граждан, а также общественные голосования. Оценивалась эффективность внедрения платформы в субъекте, своевременность и качество решения проблем граждан, а также уровень их удовлетворенности ответами. В ТОП-10 попала Карачаева Черкесия, заняв седьмое место по стране и первое место среди регионов СКФО. В здании Государственной филармонии под председательством вице-премьера правительства Карачаева Черкесии Ирины Гербековой состоялась итоговая коллегия Министерства здравоохранения Республики. Ее участники рассмотрели вопросы, медико-демографические показатели и достижения запланированных результатов. Большое внимание уделено работе амбулаторно-поликлинической службы региона, службе родовспоможения и детства. Доклад, сделанный министром здравоохранения Республики Казимом Шамановым, свидетельствует о тенденции к снижению общей смертности в сравнении с ковидным периодом. Отмечена необходимость усиления работы первичного звена по направлению увеличения продолжительности жизни, а также диспансеризации и профосмотров у мужчин трудоспособного возраста. Одним из наших главных достижений в Республике стало увеличение в 2020 году показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении на два года в сравнении с 2021 года и составило 75,41 года. Мы превышаем данный показатель по Российской Федерации, это 72,8. Кроме того, в 2020 году значительно снижился общий коэффициент смертности. Это является важным показателем нашей работы. Рождаемость за последние четыре года уменьшилась с 10,8 до 9,1 или на 12,4%. По-прежнему болезненные системы правопрощения являются главными причинами смертности и закономерно имеют наибольший агентственный факт в рост продолжительности жизни, а 4% от общего числа от умерших. Более ста педагогов из Карачаево-Черкесии повысят квалификацию и помогут школьникам выбрать профессию в рамках проекта «Билет в будущее». Педагоги изучат интерактивные форматы и инструменты системной профессиональной ориентации школьников. В Карачаево-Черкесии завершался отбор педагогов-навигаторов в новый сезон проекта по ранней профессиональной ориентации школьников. Педагоги уже приступили к обучению по программе дополнительного образования. Они на практике научатся применять современные методики и технологии, которые способствуют раннему профессиональному самоопределению учащихся старших классов. Прово-ориентация имеет колоссальный воспитательный потенциал. Представители туриндустрии Карачаево-Черкесии могут принять участие в семинаре «Единые стандарты кавказского гостеприимства», который пройдет 15 мая в Черкесске в Центре молодежного инновационного творчества. Мероприятие нацелено на повышение качества оказываемых услуг в индустрии туризма и гостеприимства, а также совершенствование системы подготовки кадров Северокавказского федерального округа в этом направлении. Участие в семинаре примут представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, организаций и предприятий туриндустрии, а также потенциальные инвесторы. Участники мероприятия обсудят туристический потенциал и стратегические приоритеты развития туризма в регионе, межрегиональную интеграцию СКФО, «Единые стандарты кавказского гостеприимства», а также технологии эффективного операционного управления отелем, сотрудничества с национальными и региональными туроператорами и другие актуальные вопросы. Шесть новых пляжных зон появятся в Карачаево-Черкесии. Полностью обустроенные пляжи появятся в поселке Нижний Архы, Заули, Нижняя Тибердау, Софийской поляны и озеро Каракель. Все это благодаря победе нашего региона в грантовом конкурсе правительства Российской Федерации. Об этом рассказал министр туризма и курортов Расул Тикеев. Есть востребованность среди жителей и гостей региона, но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках и даже несмотря на то, что они не были обустроены на сегодняшний день, благодаря этой поддержке пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом, ГОСТ услуги пляжей. 26 мая в Карачаево-Черкесии пройдет Олимпиада по бизнесу для школьников. Участники представят свой бизнес-план в одной из пяти категорий – инновации и новые технологии, предпринимательство и малый бизнес, маркетинги и продажи, финансы и бухгалтерия и управление персоналом. Каждый участник получит сертификат, а финалисты и победители будут награждены призами. К участию в Олимпиаде допускают те школьников, которые предварительно обучились составлять бизнес-план на открытых уроках по предпринимательству, образовательном курсе и на деловой игре. Эти уроки пройдут до 26 мая в Центре молодежного инновационного творчества в Черкесии. В 2023 году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса экспертов Росмолодежи – дать возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи Росим Попшуов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных деток. Много у нас получается людей выпадает из этого процесса. В основном, как это происходит, написание проектов, как мы знаем. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, там посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно. Там приехал в офис, посидел, поработал, как бы никто не мешает, и там добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. Аллея памяти и славы Карачаева Черкесского государственного университета имени Умара Алиева пополнилась новыми героями. Выявлены новые имена сотрудников и студентов вуза, участников Великой Отечественной войны. Как показало исследование, многие из них были награждены орденами и медалями за героические подвиги на полях сражений Великой Отечественной войны. Аллея памяти и славы, посвященная сотрудникам и студентам Карачаева Черкесского государственного университета, участникам войны, открылась 9 мая 2022 года. На аллее представлены биографии 72 участников Великой Отечественной войны. В рамках клуба выходного дня, организованного региональным министерством образования и науки, 90 школьников образовательных учреждений Ногайского района отдохнули в детском загородном оздоровительном лагере Адель в Домбее. Для детей была подготовлена увлекательная и познавательная программа патриотической направленности «Конкурс чтецов» на тему стихи о войне и акции «Окна победы». Ребята с удовольствием участвовали в увлекательных играх и квестах на знание истории и культуры России и Карачаева Черкесии. В картиной галереи Черкеска продолжается выставка «Возрождение», посвященная возвращению карачаевского народа на родину из депортации. Для создания этой экспозиции сотрудники музея-заповедника провели долгую кропотливую работу по поиску и отбору фотографий оригинальных предметов материальной культуры, живописных полотен художников Карачаевой Черкесии. Подробности сообщил директор Карачаева Черкесского, историко-культурного и природного музея-заповедника Хаджимурат Эльканов. Наша выставка в картиной галереи приурочена к возвращению карачаевского народа 3 мая, возвращение на историческую родину. На выставке представлены картины наших художников, плюс фотографии Молоткова и других авторов, отражающие жизнь наших соотечественников в Средней Азии. Компания «Россети Северный Кавказ» в этом году направит 4,5 млн. рублей на повышение пожаробезопасности энергообъектов в Карачаево-Черкесии. Подробности у главного специалиста службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ «Россети Северный Кавказ» Надежда Лакаевой. Работы будут проведены в течение года, в том числе в ходе реализации комплекса профилактических мер по подготовке к пожароопасному периоду. Для защиты энергообъектов от возможных возгораний специалисты выполнят огнезащитную обработку строительных конструкций и кабелей, техническое обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации, систем противопожарной автоматики. Также планом обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в пожароопасный период предусмотрены ревизии маслоотводов и маслоприемных устройств силового оборудования, проверка чистоты гравийной засыпки и состояние бортовых ограждений маслоприемных устройств. Затопление сибироязвенного захоронения в Карачаево-Черкесии грозит эпидемией трем регионам, комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Росельхознадзора Екатерина Тутыхина. В октябре прошлого года Северокавказским региональным управлением Росельхознадзора выявлена угроза затопления сибироязвенного захоронения в ауле Беслиней. После паводка русло реки раздвоилось, после чего оно оказалось на расстоянии 5 метров от захоронения. Однако меры для предотвращения распространения сибирской язвы приняты не были. Об этом свидетельствуют результаты повторного выездного обследования, проведенного в марте этого года. Вдоль границы захоронения насыпана дамба из гравия. Подобная конструкция не может защитить от размытия. Река Большой Зеленчук – один из притоков Кубани. Распространение инфекции в случае затопления скотомогильника может охватить несколько регионов, в том числе Ставропольский и Краснодарский края. Администрации Беслинеевского сельского поселения вновь объявлено предостережение. Для принятия мер реагирования информация направлена в правоохранительные органы и прокуратуру. Уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии возбуждено в отношении жителя Карачаева Черкесии. Сотрудники Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу, а также Главное управление уголовного розыска страны совместно с правоохранительными органами республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли противоправную деятельность жителя Карачаевой Черкесии 1987 года рождения. Подробности сообщила начальник отделения информации и общественных связей МВД по Карачаевой Черкесии Евгения Узденова. Следственным управлением МВД по Карачаевой Черкесской республике в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, занятие высшего положения в преступной иерархии. В настоящее время подозреваемый содержится в ИВС УВД по городу Ставрополью по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийства. 12 мая Государственной филармонии Республики детский музыкальный театр и вокально-классическая группа «Вдохновение» представят музыкально-литературный спектакль «Корзина с еловыми шишками» по рассказу Константина Паустовского на музыку Эдварда Грига. Зрителю будет представлена трогательная история норвежской девочки Дагни, откроются золотые страницы музыки и литературы Паустовского и Грига. Спектакль «Примадонны» снова выйдет на сцену Республиканской госфилармонии. 23 мая Русский театр драмы и комедии «Карачаево-Черкесии» сыграет спектакль об актерах-авантюристах по пьесе Кена Людвига. Джек и Лео, не получившие признания служителей мельпомены, и вот они узнают, что богатая старушка ищет своих потерявшихся в детстве племянниц, чтобы оставить им свои миллионы. Недолго думая, актеры решают сыграть этих племянниц, чтобы завладеть наследством. Начало спектакля – 18.30. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности зазвучали на национальных языках «Карачаево-Черкесии». Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК «Карачаево-Черкесия». Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по «Карачаево-Черкесии» Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции «Национальные языки» – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК «Карачаево-Черкесия». В республике проходят всероссийские соревнования о памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Буташева. Мероприятие собрало порядка 350 сильнейших борцов-студентов из 20 регионов страны. Медали будут разыграны в дисциплинах «Вольная борьба» и «Греко-римская борьба». Соревнования являются отборочными для участия на международном фестивале университетского спорта, Кубки России среди вузов, Всероссийской летней универсиаде 2024 года и Чемпионате России по вольной борьбе. Наши борцы вольного стиля уже завоевали три медали. 12 мая в Карачаевском муниципальном районе состоится фестиваль ГТО «Спорт для всех» среди граждан, проживающих в сельской местности. Участники мероприятия проверят свою физическую подготовку, выполняя такие нормативы, как бег на 30 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание на высокой перекладине, метание спортивного снаряда весом 500 и 700 граммов, а также прыжок в длину с места. В Москве прошло первенство России по шахматам, на котором нашу республику представил чемпион Карачаева Черкесии по шахматам серебряный призер первенства СКФО Аслан Тешелеев. Он принял участие в высшей лиге в возрастной группе юноши до 17 лет. В ней участвовали 58 спортсменов элита современных молодежных шахмат. Шахматное будущее России. В упорной борьбе с представителями сильнейших спортивных школ России Аслан Тешелеев набрал 4 очка из 9. Две золотые медали и одну бронзовую завоевали наши спортсмены на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике в Волгограде, посвященные Дню Победы. Карачаево-Черкесию представили пять гимнастов. Два золота завоевал Кирилл Орешков, а Адам Адзинов оказался на третьей ступени педестала. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Карачаево-Черкесия. Караметр поднимется до 13 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил в марте Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корречаева Черкесия. До новых встреч!